Ваши замечательные годы, проведенные в нашем университете, в Институте международных отношений или будь то любой другой вуз страны, все это шанс вызреть, состояться, стать гражданином, стать человеком убеждений, выработать собственную позицию, но и кроме того, получить ту профессию, которая позволяет вам в будущем чувствовать себя уверенно. Для этого что необходимо? Конечно, важны языки, потому что интеллигентный человек должен знать, говорить не только на своем родном языке, но и языке страны, языке соседей, языке дружбы, мирового общения. Это прежде всего знание культуры, причем не только собственной, не только национальной, но и всемирной. Это очень важно для того, чтобы вы могли быть не только людьми интеллектуальными, а людьми, которые представляют свое место в этом мире и знают место каждой из культур, каждой из цивилизаций, общий вклад в создание вот этой мировой культуры. Мы не можем, я как директор института категорически сопротивляюсь представлениям, когда говорят, необходимо самоизолироваться, достаточно изучать лишь историю того или иного субъекта, региона. Нет, мы должны изучать историю мира. Мир тем и прекрасен, что он разнообразен, что он вплетает в себя самые разные явления. И это уникально для каждого из нас. Мы живем-то с вами всего-то чуть-чуть, да? Сто лет в истории человечества – это даже меньше то ли секунды. Но вместе с тем точно так же надо относиться с уважением и к истории собственного народа. Надо чувствовать корни, надо знать свое прошлое. Только вот в этом разумном сочетании и появляется удовлетворение, и ты знаешь, кто ты. Потому что, ну, были сложные годы несколько десятилетий назад, когда менялась парадигма, когда говорили, кем мы должны стать, появилось поколение сарасят, уж простите, я применяю этот термин, для которых лучше всегда там, а не здесь. Хотя можно жить и здесь, и работать, и чувствовать себя уверенно, и созидать, и творить. И был перекос, когда говорили, надо изучать только собственную культуру, закрыть границы, железный занавес. И это мы с вами в нашей истории великой страны проходили. Но теперь-то вот наступило то время, причем очень важное и ответственное, когда мы можем быть уверены в том, что именно здесь, и в России, и у наших соседей есть общее понимание того, для чего мы готовим кадры гуманитариев, интеллектуалов. Это те люди, которые несут абсолютно справедливо было сказано слова об исторической памяти. Вы знаете, очень легко быть приспособленцем и жить в удовольствии. Это легко и просто. И есть модные профессии, которые позволяют чувствовать себя удобно. Но когда наступают сложные времена для страны, вот на этих приграничных постах меньше всего вы нашли бы и увидели бы историков. Потому что это те люди, которые гордятся и любят ту страну, в которой живут. И, знаете, сбежать, переждать – это не их принцип. Вот надо быть всегда вместе со страной, вместе со своим народом. Я в данном случае говорю не только татары, мордва, удмурты, башкиры. Мы говорим сейчас о целом российском народе. Надо быть со страной. И тогда это и есть самый высший долг и высшая ответственность. Тем более, что, вы знаете, войны в какие-то сложные времена всегда заканчиваются. Наступает время созидания. Другое дело, что мы, историки, грешим чем? Нам это нравится, так называемые кризисные события. И мы стараемся, добавляя красок, описывать такую политизированную, военизированную историю взаимодействия государств, различных народов. В то время, когда, по большому счету, основная часть истории – это история мирного сосуществования, познавания друг друга, такого доброго соседства. Конечно, это скучновато, но как же так, не конфликтует, не воюет. На самом деле, наверное, самое важное на свете – это мир, это возможность саморазвития, это возможность продвижения в будущее. Будущее формируется только тогда, когда вы можете это будущее прогнозировать. Историческое образование, гуманитарное образование такие возможности дает. Это системное образование. Она основывается на культуре тех этносов, народов, которые жили до нас. Это, во-первых, еще и интересно изучать историю. И вместе с тем это дает шикарные возможности для того, чтобы прогнозировать и свое будущее, и будущее своей страны. Поэтому я горжусь тем, что и я, и мои коллеги, достигшие невероятных высот и в системе академической науки, и в вузовской науки, тем не менее мы были и остаемся историками, историками самых различных специальностей. Потому что историк науки – историк. А кто такой архивист? Историк. Амузиолог, культуролог – он историк культуры. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я горжусь тем, что отношусь к этой привилегированной элите научного сообщества, я являюсь историком. И меня радует тот факт, что мы у себя, здесь, в Казани, в Казанском федеральном университете, в рамках одного института сформировали то сообщество, которое позволяет детям, поступившим, ребятам, вам получить самую разнообразную подготовку, образование в рамках вот этого бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, докторантуры. Вы можете, переходя плавно из одного состояния в другое, будучи в бакалавриате историком, получить навыки профессионального международника магистратуры, или лингвиста, или экономиста. Поэтому у вас есть привилегии, у вас формируются те возможности, тот потенциал, который у многих ваших коллег в обычных вузах, где не придает этому значения, где есть только одна программа, одно направление подготовки, и говорят, ну вот, мы вам дали все, что могли. А вам не просто надо дать знания, вам надо дать возможности, вам надо побольше раскрыть свой потенциал. А для этого все средства хороши, и это не только, вот здесь крамольные вещи говорю, это не только образование и наука, но и то, как вы себя реализуете творчески. И здесь Казанский федеральный университет тоже одна из тех важных площадок, которые позволяют вам еще попробовать себя реализовать, реализовать, ну, выплеснуть эту энергию, которая копится. Наверное, сложно, по крайней мере, по себе сужу. Мне когда-то было очень тяжело, после занятий и после библиотеки, мне всегда хотелось что-то делать еще. И вот времени катастрофически ни на что не хватало, потому что надо было успеть и здесь, и там. И это вот осталось в жизни, и то, что прошло сегодня, коллеги говорили за круглым столом о том, как же так вот вы успеваете по самым разным направлениям предпринять какие-то, провести какие-то мероприятия, формы, исследования. А это все, на самом деле, вот то состояние, которое дает Казанский федеральный университет. Это, еще раз говорю, это стыдно. Здесь, в Казанском университете, в Институте международных отношений, жить уныло, серо, проводить время. Если приехали учиться, учите. Если приехали получить знания, получайте. Если вам нужна карьера, ну, давайте думать вместе. Нужны стартапы, давайте их создавать. Но многое сейчас зависит от вас. И еще, наверное, завершая вот этот монолог спич, очень важно, что вы представляете собой не только жителей одного народа, края и так далее. Вы учитесь в Международном университете. Есть свои плюсы, минусы. И наверняка плюсов, я вижу, в этом больше. Потому что вы представляете бескрайнюю Россию. Вы приобретаете друзей на всю жизнь. У вас рядом огромное количество ваших коллег из зарубежных стран, с которыми тоже выстраиваете отношения. Со многими эта дружба продолжается долгие-долгие годы. Я, будучи в аспирантуре, жил в одной комнате с монгольским мальчиком. Замечательный парень. Тимужин его звали. И сейчас это тоже состоявшийся человек, у которого есть все. Но вместе с тем он с благодарностью вспоминает те годы, которые он провел вместе в общаге этой номер 3 на красной позиции. Ну что ж, я, наверное, завершаю лирическую часть. Такое уж сегодня хорошее настроение, потому что форум удался, съезд удался. Коллеги еще продолжают дискутировать. У нас завершение поставлено где-то на 6 часов. Так что мы с вами тоже часть этого форума. Спасибо вам за внимание. Ну что ж, пожалуйста. Спасибо, Рамил Равилович, за интересную лекцию про нашу дискуссию, про обсуждение исторического образования в рамках нашего форума, который проходит сегодня. Уважаемые студенты, разрешите вам представить участников дискуссии по вопросам исторического образования в школе высшем образовании и высшем образовании. Арсеньев Николай Михайлович, председатель Российского общества по Республике Мордовия, член-корреспондент Российской Академии Наук, директор историко-социологического института Мордовского государственного университета имени Огарева. Марданов Марат Хамитьянович, председатель Совета отделения Российского исторического общества в Республике Башкортостан, директор Центра гуманитарных исследований Министерства культуры Республики Башкортостан. И директор нашего института, председатель Совета отделения Российского исторического общества Республики Татарстан, Хайрудинов Рамиль Равилович. Спасибо. Наши обсуждения мы построим в форме диалога, дискуссий. Если у вас, ребята, уважаемые коллеги, есть вопросы, можете смело задавать участникам. И разрешите начать дискуссию с моего вопроса. Уважаемые коллеги, расскажите, пожалуйста, про основные базовые площадки, которые существуют в рамках ваших российских исторических отделений в Республике Татарстан, Башкортостан и Мордовии, которые являются основными ведущими в рамках исторического образования. Что является, так сказать, основной базовой площадкой для будущих молодых исследователей, учителей? Пожалуйста. Хорошо, спасибо. Арсений Николаевич. Да, я, во-первых, начну с того, что поддерживаю смыслы Рамиль Равильевича. То, что вы действительно должны быть деятельными людьми. Человек познается в делах, человек узнает через дела, и он остается в памяти своими делами. Вот вы должны это пропустить через себя. Если замкнетесь в себе, не получится ни карьеры, не получится продвижение, да и сами не получите удовлетворения от жизни. Вот это очень важный момент. Второй момент, я особо еще хочу подчеркнуть, что вот ваш университет и то, что сделал Равиль Равильевич со своей структурой, я был здесь некоторое время назад до него, это просто чудо, это титанический труд, и просто восхитительно было наблюдать за всем этим. Конечно, вы не всегда, может быть, это ощущаете, как говорят, нужно со стороны взглянуть. Так вот, со стороны взгляд – это объем глобальной работы проведен и в количественном и качественном отношении изменений грандиозные. Это вот второе. Третье. Конечно, каждая структура, каждое отделение российского исторического общества, она имеет свою специфику, свои особенности, и создавались они на разных площадках. Наше отделение создалось на площадке именно университета. Ну, а это Центр коммунитарной науки и образования, и мы, прежде всего, конечно, ориентируемся на научные и образовательные проекты, но не забываем просветительскую деятельность. Особенно большое внимание уделяем деятельности студентов. Здесь много разных находок бывает в работе. Мне вот интересно было вот это в нашем университете, вот такой дискуссии свободной, обменом мнениями. Нет, у нас много студентов проводят своих мероприятий, где мы принимаем участие. У нас даже студенты в Ютьюбе выкладывают свои конференции не только вот то, что они выступили, но потом еще пятиминутные, специально записанные, профессионально снятые. И, конечно, просмотров идет много. Вот это тоже очень любопытно идет, вот такого рода дебатов, когда они еще и сами на большую аудиторию все это давят, на широкий круг, то это по-другому воспринимается. И историческое образование, исторический подход – это достижение, конечно же. И мы все отлично понимаем, историки сейчас, что это нужно донести других, что мы не имеем сейчас историю как одну науку, мы имеем историю как систему наук о прошлой социальной реальности. И многие направления настолько наукоемкие, что без специальной подготовки их и понять-то порой невозможно. Это вы отлично понимаете сейчас. И изменения прошли глобальные. И историк имеет дело сейчас не просто с историческими фактами, историк имеет дело с сознанием эпохи, общества в целом. Меняется сознание эпохи, и меняются наши подходы. Ведь, посмотрите, за один только XX век несколько раз поменялись учебники. Вроде бы фактура остается, но интерпретации меняются. И вот 90-летие, как памятная дата, в течение года – это постановление Совета народных комиссаров о преподавании гражданской истории в школы. А до 1917 по 1934 год фактически неисторических факультетов, ни специальностей истории не было. И только с 1934 года многие вузы, в том числе и в нашем университете, начало исторического образования ведем мы с 1934 года. Это тоже любопытный, важный момент. Ну, а посмотрите, а что происходило с 1996 года? Мы говорим о том, что историческое образование чрезвычайно важно, и задача российского исторического общества – как раз это фактор через идею объединить все общество, через прошлое привлечь внимание к состоянию общества. И посмотрите, с 1996 года, вот когда рухнула эта система советская, историческую память россиян быстро пытались переформатировать. Мы 10 лет и школы, и вузы работали по программе «Европейское измерение истории». Через историю пытались создать единую какую-то платформу, через какие-то создания единых ценностей. И переписаны были, вы это не помните, но я-то сам был, видел все это, и многие моего поколения, 50 линейек школьных учебников только задействовано было. И русофобия, правильно вы сказали, русофобия была доминирующей, и русофобия до сих пор объединила Европу. Ведь в Европе та же самая проблема была. Они создавали большую Европу. А на как примирить отношения Франции, Англии, Франции, Германии, Франции, Испании? Там много таких спорных моментов, которые до сих пор будоражат общество. Но нужно было это переписать. И было баллонское воззвание. Все европейские историки сказали о том, что не имеет права правительство своими рескриптами утверждать истину в истории. И эта программа продолжалась до 96-го года. А с 96-го года возникает уже новая ситуация. Нам внедряют новую программу, история, школьное образование в мультикультурном измерении. То есть то, что сейчас в Европе, все эти поведенческие практики ввести в Россию. Но к этому времени изменилась ситуация. И с 2006-го года происходит осознание того, что нельзя так раствориться в этом европейском пространстве. И это во многом сделали тогда еще люди, которые объединились вокруг потом РИО, российского исторического общества. Президенту посоветовали пересдать учебники. И в начале, ведь у нас два было захода в создание учебников, школьных новых учебников. Первый, несколько неудачный, был второй, более удачный. Когда создали единый историко-культурный образовательный стандарт и учебный методический комплекс. Вот создание единого историко-культурного образовательного стандарта имело очень изначально важное значение. Нужно же примирить общество. Нужно обсудить все глобальные вопросы, которые спорные. Как трудные позже эти вопросы. В том числе и в Казань Нарышкин приезжал, и в Академию наук. И здесь решился вопрос о монголо-татарском Иге. Как его здесь в учебниках интерпретировать? То есть, это было обсуждение, чтобы примирить общество. И это важно. Ведь учебник – это не наука. В классическом понимании это общественное сознание. Мы, историки-профессионалы, всегда выделяем в контенте о прошлом истории как науку и истории как общество. Это очень важно подчеркнуть. Учебники классической формы общественного сознания. Там научный контент играет большую основную роль, но наряду с этим национальные мифы и подобные. Все существует, все есть. И вот это тогда Рио впервые об этом заговорило. И все это процессы одновременно шли. Создание новых учебников и как раз создание Рио. И вот создалась ситуация, когда 8 линеек учебника вышли на конкурс, отвердили 3 линейки, и по одной линейке в основном все 90% занимаются это издательство просвещения. Вот там я был соавтором учебников для 6, 7, 8, 9 классов. Для 10 я отказался, так как я не специалист по советскому времени был. Так вот, вы видите, что процессы, которые идут в обществе, формирование гуманитарного процесса, они чрезвычайно неоднозначны. Но это ведь, посмотрите, одно даже то, что лишь в 20-21 годах впервые заговорили в законе образования о патриотизме, о воспитательном процессе. Не было в законе, вот вы полюбопытствуйте сами, не было упоминаний патриотизма. Для кого? Для чего мы готовим? В законе образования этого не было. Это вот только недавно появилось. Это какое давление, какая жесткая ситуация складывается. И до сих пор мы не говорим о диалоге. И почему история сейчас чрезвычайно важна? А потому что у нас идеология запрещена фактически, конституции. И история с ее героикой, с ее нарративом, она как раз заменяет сейчас идеологию. И вот почему очень важно сейчас вот такую ситуацию продолжать сформировать через историю память. Память молодых, прежде всего. Это будущее страны. Но я уже слишком долго, я еще один момент подчеркну, что гуманитарные науки всегда играют чрезвычайно важную роль в развитии общества. И это по значению больше, чем научно-технический прогресс. Они сохраняют основы российской цивилизации. Нас индифицируют в этом огромном мире. Все. Я не буду больше вас задерживать. Спасибо большое, Николай Михайлович. В вашем выступлении действительно были подняты актуальные методологические вопросы, связанные с исторической наукой и вообще задачей исторической науки. Марат Хамитьянович, скажите, пожалуйста, как вам кажется, насколько действительно уместно сейчас вообще существование восьми, трех, четырех линеек концепции исторического объяснения российской истории? Спасибо. Вопрос очень содержательный, очень важный и нужный. Но я сразу же оговорюсь, что я не специалист в историческом образовании. Я хочу сказать, что как историк, как любитель истории, как человек, который на протяжении всей своей сознательной жизни с университетской скамьи занимался историей, я, в общем-то, ею и занимаюсь и на сегодняшний день. И когда мы создавали наши два года назад, мы пришли к идее создать в Башкирии региональное отделение российского исторического общества. Мы с группой единомышленников, а это историки, музейщики, архивисты, это и культурологи. То есть мы пришли к мнению о том, что нам нужна обязательно, вот нам нужна такая площадка, где бы мы могли объединиться, поскольку с точки зрения исторического просвещения, да, в регионе работает много различных исторических образовательных организаций, но как бы все работают по своему алгоритму, нет какой-то единой площадки. И с точки зрения исторического просвещения, мы объединили и военно-историческое общество, и общество историков-архивистов, и создали общий план действий. И тогда, когда это у нас все было сформулировано, вот российское историческое общество поддержало нашу инициативу, и мы сегодня вот уже два года двигаемся в одном направлении. Хочу сказать, что действительно очень важно, мне кажется, вот с точки зрения познания исторического прошлого, понимать роль своего макрорегиона, своей региональной истории в общем историческом контексте истории нашей страны, великой и необъятной, и в мировой истории. И очень важно, чтобы мы доносили, мы с вами, мы как специалисты знания о нашей региональной истории в контексте общей истории до широких масс. И вот в этом ключе, я думаю, что так же, как и большинство учебников по истории, так же и различные ведомства и учреждения, которые доносят исторический контент до населения, они должны работать сообща с точки зрения подхода к тем или иным проблемам, которые мы изучаем. Ну, например, мы достаточно много поработали в этом году совместно с нашими коллегами отделением российского исторического общества в Оренбургской области в части, касающейся изучения истории башкирского войска в составе общего подразделения российской армии в период участия башкир в походах 1812 года и с точки зрения вклада генерал-губернатора Перовского, с точки зрения организации вот этого процесса, вовлечения малых народов в эти проекты. И таких проектов очень много. Ну, кстати, вот сегодня 9 декабря, я поздравляю всех нас с Днем Героев Отечества, так же, как мы гордимся нашими земляками периода Великой Отечественной войны, а совсем недавно на Советской площади в Уфе был открыт благодаря инициативе главы республики памятник генералу-майору Шеймуратову и буквально уникальное событие ему присвоено было звание Героя России спустя 80 лет. Так и вот вчера мы порадовались за нашего земляка, которого Верховный Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин вручил золотую звезду Героя России, уроженцу Бирска. То есть вот такие исторические параллели, вклад нашего народа много-много веков назад в общую нашу историческую победу, и когда вот происходят вот такие катаклизмы, и когда наши народы, несмотря на свою принадлежность к вероисповеданию, принадлежность к тому или иному народу, этносу, встают плечом к плечу, защищая наше Отечество, вот именно это нам вместе с вами необходимо доносить до народа, до населения, до подрастающего поколения, до молодежи. И сегодня вот мы ставим перед собой задачу работать сообща, потому что, скажем так, образовательные учреждения, это два высших учебных заведения, Башкирский государственный университет, педагогический университет, хотя сейчас у нас происходит большая, скажем так, реформирование образовательной сферы. Если вы слышали, два университета, Башкирский государственный университет и авиационный университет у нас объединились, Уфимский университет науки и технологий, и там происходит объединение гуманитарного блока, то есть там, где преподается история, другие специальности гуманитарной направленности. То есть мы работаем вместе с ними, мы работаем вместе с музеями, национальным музеем, музеем боевой славы, и у нас единая программа действий расписывается на год вперед, и когда вот мы вместе, профессиональные историки и работники музеев, библиотек думают над едиными проектами, которые реализовывают не только, скажем так, в столице республики, но и в городах и районах, то получается достаточно интересное такое сотрудничество, и полагаю, что вот в едином ключе работы можно сделать очень многое. И, соответственно, я думаю, что сегодня вам, уже обучаясь в университете, можно делать и разрабатывать такого рода проекты, которые, я думаю, что с учетом современного подхода новых информационных технологий, которые бы по-новому креативно, интересно освещали бы страницы, великие страницы нашей истории, и буквально доходчиво разъясняли молодому поколению о нашей славной истории. Спасибо. Спасибо, Марат Хамитьянович, за достаточно интересные сюжеты, связанные с историей России, актуальные проблемы истории России, и как они исследуются в вашем университете. Рамиль Равилович, расскажите, пожалуйста, тогда про перспективы нашего отделения, Казанского отделения Российского исторического общества. Можем ли мы тоже выделить какие-то прям перспективные темы исследований, направлений, деятельности? Да, с удовольствием расскажу. Сегодня буквально к коллегам я говорил о том, как мы, собственно, были созданы почти 10 лет тому назад. Казанское отделение, раньше оно так называлось, отделение Российского исторического общества в Казани, теперь вот оно расширило свои границы, до республики Тарстан в целом. Речь шла действительно о некой истории, она красивая, не займет много времени. Я вообще за конкретику и хотел бы вам рассказывать эти истории, и как эти истории приводят уже к каким-то результатам. Наш вновь созданный на тот период институт, он еще носил название «Институт истории», это 2011 год. Мы с моим коллегой, заместителем директора по научной работе в то время Литяевым, Валерием Алексеевичем, затем уже впоследствии заведующим кафедрой международных отношений и мировой политики и дипломатии, мы слушали радио, и по радио передали, что в городе Санкт-Петербург состоялось открытие второго по России отделения Российско-исторического общества и возглавил его небезызвестный Михаил Борисович Петровский, выдающийся ученый, исследователь. И при этом так сложилась жизнь, что я его достаточно хорошо знал по совместной работе в музее запоедия Казанской Кремль. Вы знаете, там существует центр «Эрмитаж» в Казани, и так приходилось с ним согласовывать и разрабатывать выставки, которые государственный Эрмитаж привозил в Казань. И это счастливые годы нашего общения. И вдруг меня как-то, каким-то образом стало не просто любопытно, а даже немножко завидно. Я говорю, как же так говорю, вот в Санкт-Петербурге Санкт-Петербургский университет позволил себе создание этого отделения. Почему бы и не попробовать и нам? Казанский университет ничуть не уступает ни традициями, ни качеством образования, как мне казалось в тот момент, ни возможностями. И мы вдвоем взяли листочек бумаги, сели писать на деревню дедушки, председателю Государственной Думы, Сергею Евгеньевичу Нарышкину. А вот мы здесь, в Казани, представляем собой серьезное научное сообщество вокруг нас. Не только историки, но и архивисты, музеологи. И это письмо запаковали в конверт, отправили. Что вы думаете? Раздается в один из прекрасных дней звонок молодого человека. Сейчас это председатель правления Российского исторического общества Константин Ильич Могилевский, уже маститый, ученый, руководитель, организатор. И говорит, ребят, вы это все серьезно? Мы отвечаем, да, конечно, почему бы и не попробовать. А вы знаете, что вы разделяете цели Российского исторического общества? А мы уже к этому времени начитаны, да, мы, конечно, мы знаем предысторию. В 1866 году возникло русское историческое общество, и оно вело эту замечательную работу свою, исследовательскую, популяризаторскую. Например, вы помните, наверное, знаменитые сборники Российского исторического общества, историки должны знать, которым публиковал здесь исторические источники 19-го, 18-го столетия. Это уникальный фонд, многотомный, фамилии, имена выдающихся историков в работе этого общества, они остались в памяти. И тут в 2012 году его воссоздали. И мы сказали, да, сумеем. Тогда говорят, если вы не возражаете, коллеги, мы бы хотели проверить вашу серьезность, ваши отношения, есть ли свое согласие участвовать в учредительном собрании, даст Митимир Шарипович Шамеев. Но мы же молодые, веселые, интересные, у нас все хорошо, мы имеем возможность достучаться до Митимир Шариповича. Пришли к нему, попросились на прием, выслушал и сказал, ребята, а почему нет, это очень интересно. Тем более, мы сейчас в республике активно занимаемся воссозданием историко-культурного наследия, ее сохранением, реставрацией, популяризацией, музеификацией. Тем более, мы все в одной команде, они нас знают, мы их знаем. Это сообщество единое, что в Татарстане, что в России. Почему бы нет, давайте попробуем. И под гарантией Митимир Шариповича в город Казань летом, в июле 2013 года приезжает представительная делегация во главе с Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным, председателем Государственной Думы, а вместе с ним четыре директора академических рановских институтов. И с тех пор эта история и началась. Конечно, мы горды своей древностью, там уже вот на будущий год первый юбилей, 10 лет. И я думаю, мы этот юбилей отметим очень хорошо, какими-то красивыми акциями молодежными, студенческими и вместе с тем научными, фундаментальными. Но мы нашли свою нишу и в первую очередь это, конечно, то, чем мы гордимся, и вместе с тем есть определенные достижения. Это все, что связано с культурным наследием, с объектами, культурным наследием, памятниковедения. И вместе с тем в эту работу подключились и наши коллеги из музеев республики, архивов. И на сегодняшний день огромное количество мероприятий в республике и в нашем институте, в институте международного отношения, у соседей, у археологов, в институте археологии, академии Татарстана, в институте истории. Большое количество мероприятий проводится не только под эгидой. Важно ведь не просто договориться о совместной деятельности, но и при полной поддержке, а самое главное во благо общих проектов, которые реализуем совместно с коллегами из столичных вузов. У нас были свои преимущества, да, у нас давно достаточно выстроены отношения с коллегами из академических институтов Российской Академии Наук. Вы, наверное, ребята и сейчас уже немножко подустали, когда время от времени вас вместо чтения лекции приглашают на встречу, на лекцию уважаемого директора Института США и Канады, директора Института Европы, Института Востоковедения, Института Восточных Рукописей. Сегодня перед вами выступают замечательные наши коллеги-партнеры. Это, да, сотрудничество, возможности Казанского Федерального университета обусловлено исторически. Нас ценят, уважают и относятся к нам с определенным пиетитом. Но это ведь было когда, тогда, это были традиции, это была замечательная профессура прошлых лет. А важнее, на самом деле, коллеги, чтобы у нас было такое же гордое, великое, настоящее. А для этого нужно, чтобы и качество преподавания было высоким, чтобы наши коллеги, молодые преподаватели, зрелые преподаватели соответствовали этому высокому уровню, чтобы вы были в курсе всех методических новинок, чтобы вам было интересно, чтобы у вас были стажировочные программы, чтобы вы могли встречаться с сверстниками, причем на самых различных площадках. А институт, ну, я его называю некой институцией, потому что сейчас это такое мощное сообщество, объединяющее всех историков России. Это российское историческое общество, оно оказывает всемирную поддержку, в том числе в сфере исторической науки, исторического образования, исторического просвещения. И поэтому многие проекты, которые мы реализуем вместе, я также об этом сегодня рассказывал, коллегам, рождались вот в таких встречах, дискуссиях, как прошло сегодня. Например, появились в России и пользуются популярностью часть из вас, коллег, уже на них присутствовали, участвовали, занимались. Это международные исторические школы. Сейчас это очень популярно, когда проходят большие конкурсы и дети создают во время обучения в школе некие команды, делятся на группы. И это такие баттлы замечательные, в результатах появляются проекты, а те дети, которые прошли эти школы, они так и нечего двумя руками цепляются и хотят учиться дальше, грызаются в науку, поступают в аспирантуру и так далее, и так далее. Становятся молодыми учеными. Это уже достижение, это уже плюс. Кроме того, поддерживается Российским историческим обществом не только у нас, но и на всех наших у коллег площадках археологические исследования. То есть те так называемые практики, которые у вас есть, были, здесь приобретают уже особый характер. Это специальные экспедиции, на которые отбираются молодые исследователи, студенты в том числе. И эти экспедиции, они популярны и ведутся исследования не только на территории республики Татарстан, в данном случае, или Тверской области, или любой другой, но и крупные проходят экспедиции, в том числе и за рубежом. Огромное количество конкурсов проводит Российское историческое общество, поддерживая инициативу на местах. Вот, например, уже буквально на днях, вчера или даже сегодня, открыт новый конкурс этого года по проведению мероприятий, связанных с выставками, поддержки археологических школ, это проведение мероприятий, это на съемки документальных фильмов, это на издание книг, есть еще гранты для педагогов, учителей, для молодых специалистов, то есть это огромные возможности принимать участие, самое интересное, что там не ограничивается ни возраст, ни ранг, статус, это может быть даже студенческая группа, которая придумает проект, ее сумеет воплотить, тогда в данном случае вы получаете поддержку. Теперь это та мощная сила, которая позволяет историкам чувствовать себя защищенными. Представляете, разные вузы, разные руководства, чего же скрывать, по-разному относятся к развитию исторического направления, исторического образования. Где-то, как в Казанском федеральном университете, сохранились кафедры, большие школы исторических наук, где-то они постепенно, постепенно съежились, где-то пропали вообще, и такое случилось, вот как факт назывались случаи, когда в целом ряде областей Российской Федерации как-то так произошло, особенно по приграничию кафедры преподавания истории, отечественной истории, вдруг пропали. Не было их и на Дальнем Востоке, не было и приема сейчас, то есть отсутствует контрольная цифра приема, ни бюджетных не было, ни коммерческих, никаких. Представляете, и историки перестали как класс существовать в этих областях. И что вы думаете, это превращается уже в кризис, это становится проблемой для этих территорий, и Российское историческое общество провело большую работу по воссозданию, вновь вернулись группы, кафедры, появились студенты-историки, и это огромные возможности, которые предоставляют с точки зрения получения дополнительного образования или знаний. Огромные порталы созданы и поддерживаются Российское историческое общество, где масса документов, в том числе уникальных, все архивы имеют возможность и считают это честью передать и открыть свои фонды для членов Российского исторического общества. Они в свободном доступе. Огромное количество источников материала появилось масса возможностей для того, чтобы изучать те темы, которые казались раньше невозможными для изучения. Вот взаимное братство сегодня буквально утром на связи, я об этом уже вам говорил, были директора и руководители институтов, к которым раньше можно было просто с почтением относиться, где-то там, в Москве, в столице. А тут они на прямой связи называют друг друга по именам и говорили давайте до встречи, давайте до нового проекта. Сейчас историки объединились не только сами внутри в свою корпорацию сообщества, но и включили в нее, слава Аллаху, слава Всевышнему, что мы к этому пришли, краеведов, музейных работников, специалистов, органов государственной власти, которые так или иначе отвечают за реализацию в политике в сфере патриотизма и так далее, и так далее, культурные проекты. Поэтому я считаю, что мы относимся, вот я имею в виду историков, к той категории, у которых и жизнь весела, и интересна. Кроме того, есть еще ряд обществ, которые я вам подскажу, вы, наверное, знаете, которые тоже славятся своими активной позицией, это российское географическое общество, в этом мы часто пересекаемся, всех, по-моему, интересуют экспедиции, куда-нибудь на Камчатку, куда-нибудь в Памир и так далее. Все это возможно, все это происходит. И есть еще одно общество, которое тоже является партнерским, российское военно-историческое, где-то они работают очень близко, где-то они как отдельные структуры, но там больше военно-патриотическая проблематика, но и здесь есть все шансы для того, чтобы получить какие-то дополнительные возможности. Делай, не хочу, как называется, пробуй, пожалуйста, никто, сейчас никаких ограничений, препон, тем более с финансированием, не существует. Ну и вот, возвращаясь к началу разговора, завершая, вернее, ответ на ваш вопрос, в чем наше преимущество или где наша ниша, то Республика Торстанка, Казанский университет, отделение Казанское, оно выступает как некий объединитель. Так сложилось, может быть, миссия у нас такая. Вам же рассказывали, наверное, при посещении музея истории Казанского университета, что созданный Казанский императорский университет был единственным на территории от Волги до Дальнего Востока, и у него святая миссия нести этот огонь знаний на территории и так далее. Наверное, оттуда это все идет, возможно, это уже в крови, но для нас очень важно не заниматься только местным самолюбованием, мелкотемием, там, краеведческими какими-то маленькими сюжетами. Мы ставим задачи и перед собой, и перед коллегами, и это получает поддержку в реализации крупных проектов, которые объединяют и Республика Торстан, и Башартостан, и Мордовию, и так далее, и так далее. Один из таких проектов, я назову, получивший поддержку даже президента страны Владимира Владимировича Путина, речь идет о проекте линии роста, засеченной линии России. Вы ведь проходили, наверное, что такое оборонительное сооружение на границах русского государства, с диким полем, и так далее, и так далее. А вы понимаете, что это уникальное явление, что по сравнению с ней та же самая знаменитая китайская стена, которая была построена тоже в тех же целях, как оборонительные от воинственных соседей, вернее, даже наоборот, чтобы из Китая не шли волны нападений. Но вместе с тем на фоне российских оборонительных сооружений, создаваемых с 15-го, 16-го, 17-го, 18-го столетия, эта великая китайская стена со спутника кажется маленьким фрагментом. А вот те российские линии, о которых вы, наверное, возможно, и не слышали, но когда проезжали полем, степью, вдруг вы видите валы, рвы, они заплывшие, казалось бы, но они прекрасно читаются с космоса и с высоты там полета. И это сложнейшее фортификационное сооружение, включающие в себя рвы, фельдшанцы, засеки, крепости, все это до сих пор существует и находится вот рядом с нами. И этот проект получил поддержку и вышел первый альбом, который вобрал в себя объекты военного вот этого наследия, хотя на самом деле к войне они имеют очень мало отношений. Да, они строились как приграничные укрепления, но это свидетельство не войн, это свидетельство на самом деле освоения территории, как российское государство или любое другое, оно шло, вбирало в себя новые территории, осваивало их. И это тоже замечательная страница в истории России. И вот за такие проекты мы и беремся. Кроме того, следующая изюминка это памятники всемирного культуры наследия. Вы, наверное, все знаете хорошо, что Казанский университет благодаря исследованиям уже почти, почти, почти осталось совсем чуть-чуть. Я думаю, если на следующий год в это время соберемся, мы уже будем с вами аплодировать очередной победе, включению список всемирного наследия Астрономической обсерватории Казанского университета. Вы хотите сказать, а зачем это нам нужно? Что это дает? Какие деньги, дивиденды это принесет? Есть такой вопрос? Вот, прочел в ваших глазах этот вопрос. А на самом деле, это работает на узнаваемость территории университета нас с вами. Потому что самые популярные и что читают люди в путешествиях. Журнальчики и каталоги с объектами всемирного наследия. Куда бы еще съездить, чтобы еще посмотреть? И тогда название Казанский университет, Казанский федеральный университет будет оставаться в памяти не только нас с вами, жителей и гостей столицы, а будут иметь, скажем так, всемирное распространение. Вот из этих небольших вещей формируется то, чем мы впоследствии гордимся. И когда мне говорят историк, профессия, да вы что, они сидят с ручкой в архиве, пыль, мало ли что, конъюнктивит, глазки болят, пальцы болят. А что это дает? А вы знаете, что все, чем гордится столица республики Татарстан, вот все те преобразования, вот этот экономический рост, всплеск. Откуда это все появилось? Это появилось из раскопа в Казанском Кремле, когда одной из важных целей было доказательство тысячелетия Казани, когда археологи, историки внесли свой вклад, можно по-разному с уронией относиться, как они это унесли, как это сделали, сделали хорошо, профессионально. И пришли инвестиции, и в наш город не стыдно приехать, и сюда есть желание приехать, и мы называем ее третьей столицей. Вот вы к вашему счастью не помните, какой была Казань ровно 30-25 лет, 20 лет тому назад. Вот, а ваши родители, может быть, и вспомнят. Это две разные столицы, два разных города, два разных мира, два разных уровня комфорта, два разных отношений к жизни, и то, что живет сейчас в счастливом городе счастливое поколение новое, которое знает, что у нас есть все, и у нас есть возможности, и это престижно, жить в Казани, учиться в Казани. Это все добыто во многом благодаря труду группы ученых, которые готовили исторические записки, обоснования, писали эту историю, вернее, возрождали, описывали эту историю, и теперь есть то, что в голове каждого из вас. Казань – классный город, с древней истории. Это все благодаря профессии нашей с вами. Поэтому, еще раз говорю, событий может быть много, можно заработать огромное количество денег, но об этом никто не узнает. Почему? А потому что не нашелся тот историк, который оставил об этом записи. мы существуем в истории только благодаря тому, что есть профессиональные ученые, которые этот процесс, это явление, этот замечательный сюжет нашей с вами жизни опишут, оставят книгу, оставят воспоминания. Поэтому, все, что будет в историческом прошлом, это зависит во многом не только от людей, которые эти факты или подвиги совершали, это от тех людей, которые интерпретировали, описали, дали оценку того или иного явления, факта жизни. Так что я завидую вам, у вас прекрасная, еще раз повторюсь, профессия, такая же замечательная профессия у нас с вами. Спасибо вам большое за то, что вы нас выслушали, но хотим слышать вопросы и от вас. Они будут? Будут. Хорошо. Спасибо большое, Рамиль Павилович. Вопросы от зала. Так, когда будете задавать вопросы, пожалуйста, представьтесь. Хорошо? Меня зовут Владислав. Тут множество всего было рассказано по истории. Меня интересует опять же историческое образование и вопрос я хочу задать Николаю Михайловичу. Мы знаем, что образование изменяется из года в год и какая по вашему взгляд в принципе который бы воссоздал бы идеальную модель или приблизительно идеальную модель исторического образования. Спасибо. Спасибо. Действительно очень любопытно кажется и для вас даже историков как же так получается что за 20 век трижды поменялась модель образования. Я уже говорил вам причину. Дело здесь не просто в фактуре. Дело в том что меняется общество и меняется представление об обществе. Никуда от этого не деться. Но вот самое главное для вас и для молодых и это очень хорошо нужно понимать возвратиться и сохранять вот мы возвратились это благодаря российскому историческому обществу в 2006 году к российскому измерению истории. Это традиция российской измерения истории. Ведь как вы себя идентифицируете я и глобальный мир или я в глобальном мире это очень важные моменты. Никуда нам не деться от изменений культуры мы должны это все и мы переживаем это но сохранить себя это очень важно историк Николай Михайлович Карамзин так писал тогда не говорили о плюрализме не говорили об относительности истины но и все другие известные люди вот эту позицию хорошо понимали он говорил я пишу во славу России во имя сохранения святой нравственности и гражданского общества и действительно и поэты писали мою страну зовут Россия я в ней рожден ее люблю если меня спросили молю ли победы я ей молю и ну много о патриотизме высказываний разнообразных и это позиция именно вот сюжеты здесь масса сюжетов можно найти конечно если труд на любую тему написанный как труд научный с учетом вот той методологии он имеет право на счетование он найдет свою аудиторию но если ты там занимаешь антироссийскую позицию то у тебя будет соответствующая аудитория соответствующая отношение общества к тебе это в отличие должны понимать но в науке это бывает это есть никуда от этого не деться научные труды разнообразные а вот с общественным сознанием здесь сложнее учебники это формы общественного сознания классической формы общественного сознания это формирование исторической памяти и по значению учебники больше чем разнообразные СМИ вложенные в сетку учебные процессы мы формируем целенаправленно мировоззрение молодых людей и вот как мы формировать должны мировоззрение естественно если мы граждане одной своей страны то мы исходя из позиции своей страны должны существовать должны формировать вот эту позицию и конечно же возвратиться мы должны и взятились вот именно к российскому измерению истории и вот этот подход он сейчас доминирует и задача сохранить этот подход и как показал опыт европейское измерение истории этот проект 10 лет представляется существовал и даже более того остановили этот проект в 2008 году создана Страсбургская обсерватория изучение обучения изучение истории это продолжение вот этих традиций попытка повлиять вновь на по инициативе Франции и мы на самом высоком уровне внесли этот фонд деньги и мы начали работать но позиция тогда изменилась действительно вот пошли такие процессы когда нужно отстоять свою вот такую уникальность идентифицировать себя в этом мире отстоять российскость российскую цивилизацию и вот тогда изменилась ситуация и это попытались уже сделать и сделали но тогда возникло еще вот создался конгресс создался учителей истории всемирный конгресс учителей истории сейчас собирается второй и там впервые заговорили не о европейском измерении истории а впервые заговорили о многополярном мире о русофобии и открыли в общем-то обществу глаза что цель одна и как видите либеральные ценности они не появились в наших традиционных обществах ну посмотрите как нагнули катар это же удивительно это для 10 процентов УФА говорит о том что вот там должно быть представители ЛГБТ как бы мы ни относились но это же навязывание своей какой-то другой культуры своей идеологии вот очень важно и вам нужно позиционировать себя в этом в этом обществе понимать что от вашей позиции многое зависит да мы за демократию но мы хотим сохранить свою историю свое российское измерение истории и вот при таком лишь измерении истории и вот те учебники они будут восприниматься обществом которые вот написаны с этих позиций вот сейчас вот это те три линейки учебников которые по которым занимаются школьники они именно прошли вот эту экспертизу три линейки учебников а занимаются в основном по линейке издательства просвещения примерно 90 процентов школы России занимаются по линейке издательства просвещения то есть достигнута цель достигнута создать как единое пространство для взаимопонимания. Все. Спасибо, Николай Михайлович. Ребята, еще у кого есть вопросы? Можно вопросы им задавать, наша аудитория, нашим коллегам? Тогда, если позволите, для меня это принципиально важно. При выборе профессии и место обучения, и направлении подготовки огромное количество субъективных факторов. Друг подсказал, мама захотела, папа настаивает. Насколько за период обучения меняется отношение к профессии, к той, скажем так, истории или не истории, что вы считаете оправданным первоначальный выбор? Многие ли из вас, сейчас подвержены сомнениям, правильно ли вы определились, есть ли желание сменить профессию, найти что-то новое? Вот с каким чувством вы сейчас... Кстати, бакалавриат, насколько я понимаю, бакалавриат, магистратуру вы что выберете, какие направления? Есть у кого-то искреннее желание рассказать то, что вы думаете на самом деле? Пожалуйста, вы хотели бы остаться в той же профессии, направлении, которую выбрали, или у вас есть уже коллективы? Жизнь, что вам подсказывать? Прошу, есть возможность ответить честно на вопрос? Да, 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 пожалуйста. Да, у меня есть возможность. Мне кажется, что моя история была даже более интересной, потому что я отчислялся два года назад и постановился... Почему-то помню. Микрофон, пожалуйста. Наш студент... Скажи свою историю, пожалуйста, да. Я... Да, меня зовут Ильяс, я родился, вырос в Казани, вот, со средней школы, проявлял очень большой интерес к истории. У нас, в нашей школе была сильная историческая школа, второй лицей. Вот, и я занимался олимпиадами и ходил на кружок школьный. И в классе уже восьмом-девятом я знал, что я буду поступать на историка и рассматривал именно Казанский университет вот, как перспективный для себя. Вот, я считал его таким. У меня были друзья, которые учились на той же специальности, на которой я учусь. Вот, и, значит, я поступил и с радостью проучился. Первый курс, второй курс я не закончил. Да, там начался локдаун, и у меня в жизни наступили кризисные моменты, и действительно как-то мне, в общем, я понял, что профессия историка не совсем то, что я представлял ранее в школе. Вот, я ее как-то романтизировал для себя тогда. Вот, но за два года, значит, от так называемого gap year, как говорят на Западе, я не переставал читать книжки, увлекаться историей, слушать лекции, подкасты, вот, и решил для себя, что все-таки мне нужно восстановиться, продолжить, пусть и на платной основе, вот, и сейчас я получаю большое удовольствие от того, что учусь в этом университете, я понял то, что по по общению со своими друзьями, нашими коллегами из Московского университета высшей школы экономики, я понял то, что на самом деле разница между нами, на самом деле, не такая большая, как многие абитуриенты, школьники считают, вот, и в стенах нашего университета часто можно услышать, что Московский университет как-то слишком нас превосходит, вот, высшая школа экономики превосходит, но по большому счету на самом деле это не так, Казанский университет это бренд, это сильный вуз с очень сильными преподавателями, вот, я наслаждаюсь лекциями, наслаждаюсь занятиями здесь и чувствую, что у меня есть абсолютно все инструменты и возможности для того, чтобы продолжать развитие именно в научном направлении, вот, я, конечно, пока не решил по поводу магистратуры, но я однозначно буду поступать на гуманитарную науковоисторическую специальность, может, это что-то будет больше связано с философией, может, это будет та же история, но это будет однозначно что-то такое научное. Спасибо, красивая история, да, прекрасно. А есть, если только честно, у кого-то обратное действительно пришло разочарование, вы поняли, что вот я должна быть, прошу прощения, экономистом, вот, вот, с завтрашнего дня все, проставив профессию, есть, такие коллеги, нет, кто бы не поступал на первом курсе на историю с сегодняшней позицией, с сегодняшними знаниями. Я студент первого курса исторического факультета, я бы, наверное, все-таки хотел бы заниматься наукой, потому что мое стремление к науке развило именно участие в олимпиадах, я все-таки хотел бы сказать то, что у нас, нам необходимо развивать именно олимпиадное движение в школе, прививая любовь к истории и к науке еще со школьной скамьи. И мне кажется, что все же было бы неплохо увеличить несколько часов, увеличить не только часы истории в школе, но и развивать именно олимпиадную историю для того, чтобы люди побольше участвовали в олимпиадах, потому что настоящий историк это не тот, кто читает только книжки, а в первую очередь анализирует источники и в школьных учебниках должны быть именно источники приведены в большей я бы сказал, они должны быть, мы должны заниматься именно анализом. Вы знали гимназии, это в основном читают источники современные американские и иные системы, они тоже основываются на чтении источников, интерпретации, анализе. Я так понимаю, что вы готовы к хорошей источниковической работе. готовы? Да. Молодец, хорошо. Вот так мы красиво 15 минут как бы и провели. Давайте, коллеги, завершаем или есть еще вопросы? Пожалуйста. Вопросы еще есть? Ага, Олег, археолог. Да. Здравствуйте, меня зовут Мулеев Олег, как уже сказали, да, я вот являюсь будущим археологом. Рамиль Равилович, у меня к вам такой вопрос, тоже почти как у моего коллеги, связан с образованием школьников. Вы упоминали о том, что, к примеру, у нас студентов есть хорошая возможность, в отличие от тех же, допустим, учителев математики, глубоко изучать историю своей страны, а не поверхностно, как это было в школе. И я бы хотел еще уточнить, все же в нашей истории есть помимо хороших и негативные моменты, о которых, к примеру, мало кому известно. Допустим, те же школьники знают, что в начале 18 века была Северная война в период правления Петра I, и тоже в начале 19 века снова война против Швеции при Александре I. Но, к примеру, мало кто знает, что во время правления Елизаветы Петровны и Екатерины II мы тоже воевали против Швеции и не всегда удачно. И вот, к примеру, также если брать Вторую мировую Великую Отечественную войну, школьники тоже не всегда знают, что, к примеру, на территории нашей страны оставался, если говорить конкретно, на территории Прибалтики немецкий котел, и что мы его закрывали еще некоторое время после капитуляции Германии. Вот скажите, следует ли все же изучать такие скользкие моменты в школе или все же не стоит, потому что школьники могут подвергнуться негативному влиянию извне? Спасибо большое за вопрос. Я думаю, и я, и коллеги присоединятся. я не раскрою тайны мое отношение историк, подлинный историк, за объективное изучение истории, какой бы она сложной ни была, все действительно зависит от той или иной оценки. Сейчас вы тоже выдали субъективное свое понимание ситуации в 18-19 веке, причины этих походов, причины этих войн, они для каждой из сторон являются своими, где-то мы называем освободительной войной, кто-то называет это завоеванием, где-то мы переживаем по поводу общих процессов, которые проходили и негативных во время коллективизации и так далее, и так далее. Огромное количество примеров позитивного и негативного отношения по отношению к одному и той же проблеме, одному и того же факту. Вот наше с вами преимущество в том, что мы имеем возможность, мы обладаем предложенной подготовки инструментарием изучения этих событий, на наш взгляд, на взгляд объективного исследователя в полной мере не выдавая собственных оценок. Это констатация определенного факта, определенного явления, определенных событий и попытка это изложения максимально. но вы же знаете, что всегда правда имеет разные цвета, все имеет аверс и реверс, и здесь именно наша с вами задача быть честным, найти те источники и привести их, которые раскроют реальную, но по-вашему, опять-таки, субъективную, тем не менее, мнению, картину мира. И здесь в этой профессии, в том числе и в археологии, многое зависит от тех возможностей, которые предоставляет вам современная наука. Ведь раньше, собственно, раскоп это кисточка, лопата, что у нас еще там, какие у нас замечательные есть предметы приспособления и несколько видов анализов. На сегодняшний день любой раскоп это сложнейший процесс с привлечением огромного количества различных лабораторийных анализов, методов естественно научных это палеоботаника, палеогеология. Из любого сантиметра вот этого археологического раскопа мы получаем гораздо больше знаний о прошлом, чем это было когда-то. И все зависит от инструментария. И историки обогащаются, в том числе изучая историографию, источники, методы исторического исследования. счастье наше в том, что мы знаем своих предшественников, и на этом опыте мы становимся лучше, появляется больше шанс того, что тот или иной факт будет интерпретирован как реальный. Мне кажется, что такая же может быть точка зрения и у моих коллег, может она и различаться. Я также понимаю, что нет единого мнения по любому поводу спросить. И такие эксперименты уже проходили, когда об одном и том же явлении, о человеке, забегавшем в комнате и выбегавшем из него, расспрашивали присутствующих. У одних этот человек был высокого роста, у другого был карликом, у одного он был брюнетом, у другого блондином. Но вот поиск исторического познания это как раз отсекание лишнего и нахождение того единственного, что примерит нас с реальностью. Коллеги, пожалуйста. Да, конечно, Николай Михайлович. Очень важно еще подчеркнуть. Я уже об этом говорил. Вы молодые, очень должны, но уже историки. Вы должны четко делить контенты по нашему вот прошлой, по прошлой социальной реальности и выделять историю как науку и историю как общественное сознание. Я немного коснулся этого. В истории как науке нет запретных тем. Вы можете писать что угодно, вы найдете свою аудиторию и русофобы найдут свою аудиторию и другие найдут аудиторию. Все будут читать, если только оно правильно написано в соответствии с методологией. Нет, вы можете все, что угодно написать. Но есть истории как общественное сознание и это память она сейчас стала уже государственной политикой сохранения и памяти. И там многие моменты они не приветствуются, они осуждаются. Например, один политолог защитил докторскую диссидацию по истории. Вдруг ученый диссерт-экспортный совет не присуждает ему этой степени. Дело в том, что он заявил, что истина в науке это то, что соответствует национальным интересам страны. Все вроде правильно, но в науке не может такой истины быть. Истина в науке другая. И экспертный совет увидел в этом элемент партийности. В общественном сознании истины спутал, где история как наука, а где история как общественное сознание. Другой известный ученый тоже факт нашумел по стране. Он вдруг сделает целую разрекламированную выставку материалов о панфиловцев. И он так много всего там дал, что после этого поплатил своей должностью и ушел. так вот он тоже спутал. Спутал где и наука, а где и общественное сознание. Он не имел права это делать. И поэтому, конечно, вы отлично понимаете, что память, она очень важна для государства. Как человек себя индустрирует? И во всех странах не нужно думать, что где-то там во всех странах очень жесткая политика в этом плане. И никому не позволят принижать значение той или иной страны и основы того или иного государства. История американцев написана для американцев. Это однозначно. Никуда от этого не деться. И россиян написан для россиян. Это как общественное сознание. И в общественном сознании идет жестнейшая борьба. Есть институциональная история. Это фактически официальная история, которую мы даем в учебниках. Это институциональная история. А есть контристория. Вы же видите, всегда существует социальная группа, которая придерживается другой точки зрения. И в контентах, в средствах массовой информации в интернете вы найдете масса контристории. Есть еще форма как память. Память индивидуальная, память коллективная. это тоже память народа. Сохранилась же, как бы ты не пытаясь оберегательные события, но память людей, которых выселили с тех иных территорий, она другая. И она не всегда укладывается в институциональную память. И время от времени происходит смена институциональной истории, контристории. Они меняются местами. И я всегда говорю, в пылу этих перемен общество порой свергает то, чему поклонялось, и произносит то, что свергало. 17-й год, с 34-го года другая история, 95-й год снова, и 2006-й год вновь другая история. Это в институциональной истории, как общественном сознании. История институциональная меняется с контристорией. И определенные силы приходят к власти и они свою интерпретацию вводят. Но фактура остается в истории. И ученые пишут все и обо всем. Но когда о коллаборационистах зашел вопрос, когда писался в 95-м год создавался вот этот единый историко-культурный образовательный стандарт, сказали четко никаких коллаборационистов. Все общество проголосовало. Никаких коллаборационистов. Предатель есть предатель. То есть вот эти процессы идут в общественном сознании. А историки, если правильно написанная работа, если тебя не уличили в плагиате, если не уличили в подтасовке фактов или в других моментах неверного отношения к источнику, твоя работа имеет право на существование. Доля умолчания у каждого историка есть. Я бы сказал, Американцы писали свою историю для себя. Другие страны тоже для себя. Но это очень важный момент. я просто все же хотел уточнить, то есть получается, если все же с точки зрения какой-то добродетеля стараться рассказывать все о мало известных фактах, связанных с нашей страной, то это не всегда может привести к положительным последствиям. Нет, слушайте, вот здесь вы кому можете рассказывать? Для студентов вы рассказываете все что угодно, вы готовы ко всему, и вы читаете что угодно, вы уже сами знаете все что угодно, а для школьников есть целесообразность слишком много контента дискуссионного, там есть точки зрения разные, и порой ведь важна не истина, а сам путь к истине. Ну, покажите, почему для школьных, я говорил о позиции, позиции учителя, позиции ученого, если такие вопросы тебе сдают, ну, давайте вместе попытаются разобраться, и вот путь к истине, путь освоения вот этого российского измерения истории важнее, чем все другое. Большое спасибо. Спасибо большое. Думаю, нам пора заканчивать. Да, у ребят телефоны появились, наконец-то. Телефоны появились, усталость в глазах. Уважаемые студенты, мне кажется, нам нужно поблагодарить наших коллег Николая Михайловича, Марата Хамитьяновича и Рамиля Равиловича за искренний конструктивный диалог по историческому образованию. Спасибо вам, ребята. Искренне вам и сочувствую, с одной стороны, с другой стороны, только в таких встречах появляются навыки историка. Вы должны уметь слушать, брать интервью, задавать вопросы, получать ответы, интерпретировать, анализировать. Поэтому очень надеемся, что когда-нибудь в своих воспоминаниях вы напишете о том, что да, 9 декабря 2022 года состоялась памятная для меня встреча, и мысли, которые я услышала, они запали настолько в душу, что вот прошло уже 30 лет, и спасибо этим людям за то, что они дали ориентир для моей будущей жизни. Надеюсь, так оно и получилось. Да, коллеги? Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok